Итак, мы продолжаем, и пришло время взяться за доп-квесты, которые добавили в этом обновлении. Ах, работы всё больше, никогда не меньше. Логично, и между прочим, справедливо. Справедливо-справедливо. Хм. Хм. Ну, Мандос, спасибо-пасибо, приятно. А, Вектор, привет. Цукияма, ну надо же покурить, нужно заварить кофе. После работы сложно сидеть несколько часов, не шевелиться, нужно же отдохнуть, размяться, нужно, чтобы глаза отдохнули от монитора, нужно, чтобы спина выпрямилась, потому что есть такое понятие, как здоровье. О нём тоже нужно следить. Говорит вам человек, который дофига курит, пьёт постоянно кофе и энергетики, но, да, спина, глаза и все дела, да. А, в чём дело? А что, уже бет... Ну да, логично, что бетка 1-2 уже идёт, как бы понятно. Но я пока не хочу себе спейлерить это дело. Кость, не было, не было пока никакой инфы. Эх, после того шторма дела в городе потихоньку пришли в норму. А, это задание уже после битвы, типа, с этим, с древним божеством, с Архонтом Викриево. Я-то думал, что потом станет полегче. Оказалось, что кроме караула до повседневных дел, нам теперь ещё приходится другим департаментам помогать. Одно на другое накладывается, и теперь я занят, как никогда. Да, Цукияма, не то чтобы, как бы, понимаешь... Ммм, время. Пока всё упирается во время. Вот. То я должен помогать, собирать и разбирать бумажки и документы. А потом обходить город. А потом разбирать заявки на охрану торгового обоза. Эх, а несколько дней назад житель сказал, что у южных небесных врат происходят землетрясения. Мы отправили людей проверить, а там ничего подозрительного. Хм. Но раз землетрясения уже случились, мы иногда на всякий случай всё равно посылаем людей. Но нам так не хватает людей сейчас. Путешественник, не согласишься ли ты пойти к южным небесным вратам проверить? Ну, если тебе не сложно. Кхм, конечно. Ладно, сходим. Вот, спасибо большое. И мне пора. Труба зовёт. Ладно, допустим. Но больше всего меня интересует... Вопрос. О награде. Я надеюсь, это не 100 опыта, а чуточку больше. Трунь. 150. Ну, не очень. Блин, ладно. Хорошо. Ну, а 4 книги опыта героя пригодится. Мы сможем, может быть, дапать своего нупаську ГГ. Угу. Всё-таки нужно его дапать. Нужно его готовить к... 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 Бездне. Потому что 12 этажей ещё не пройдено. Нужно развивать наших нупасей. Шпинат, ты всё ещё жив? С тобой ещё всё хорошо? Хорошо. Я просто немного волнуюсь. Влад, привет. В смысле, ты только пришёл? Ты второй раз приходишь? Хм. А здесь всё в порядке. А, понятно. Ладно. Ой, кстати, ресурсы лишними не будут. Раз уж на то пошло. А, дистанционка. Ну, она такая. Ой, даже два. Их даже двое. Так даже лучше. Так даже лучше. Я просто хочу над ними поиздеваться до тех пор, пока я не апнул себе шестой уровень мира. Потому что там особо не поиздеваешься. Так, здесь... Ммм, 4000 экспы осталось набить. В принципе. Ну, завтра точно. Завтра точно уже будет у нас шестой уровень мира. Ну, в смысле девать некуда? Качай. Качай нужное на всех персонажей. И здесь ничего странного. Действительно. Пока всё выглядит совсем неподозрительно. А это не то дерево, где была табличка и описание... Так, пойдём посмотрим. На этой табличке должно было быть описание древнего существа и всё такое. Благодаря адептам на земле и в небесах царит мир. Мандос, ты опять начинаешь? Благодаря адептам... Так, на земле и в небесах царит мир. Здесь покоится злой дракон. Просьба не беспокоить. Не тот. Не тот злой бог. Ничего тут странного. Ам... А откуда здесь девочка? Землетрясение. Чего происходит? Осторожно. Что-то здесь не так. Справедливо. Ладно, главное вовремя прожать ульту, а с остальным как-нибудь справимся потом. Ну вот и всё. Откуда тут... Откуда здесь все эти монстры взялись? Пойдём скорее посмотрим, что с девочкой. Надеюсь, она не сильно перепугалась. Рио, привет. Грядёт пробуждение. Да, на это дерево я натыкался. Плиты эти я... Монолиты эти я изучал. И здесь как раз таки и говорилось о этом боге. С тобой всё в порядке? Хочешь стать свидетелем его воскрешения? Ты немного рано, но и не поздно. Чего она говорит? Ничего не понятно. Ты ещё не заметил? Для тебя так даже лучше. Иди. Когда он воскреснет, ты всё поймёшь. Совсем ничего не понятно. Ладно, пойдём обратно. Ну понятно, понятно, понятно. Новые слухи о злом божестве, которое... Так почему меня всегда на молитву тянет? Не за что у меня молитвы. Нечем, нечем. Не накопил я ещё грехов для молитвы. Это судьба. Согласен. Меня тянет к молитвам. А грехов нет ещё. Не, вот Тарталья, да. Всё, Тарталью хочу. Тарталья и поиграл. Понравилось. Хочу. Ты вернулся? И как дела? О южных небесных вратах. Землетрясения, монстры, да ещё и маленькая девочка. Может быть, она потерялась? Да, и коротко о том, о чём она говорила. Чего она сказала? Его воскрешение? Свидетель? Бред какой-то. Обчитаются своих странных книжек. Ладно, я сейчас же пошлю кого-нибудь забрать малышку в город. И землетрясения, и монстры. Надеюсь, с ней всё в порядке. Спасибо, это тебе за помощь в нашей работе. Эх, как же много дел. Так, ладно, это лёгкие 150 опыта. Мона, ну, монотопчик. Я бы тоже не отказался, но Тарталья как бы получше будет. Нет, согласен, книжки джирай и топ. Опа, это мы удачненько зашли. Так, два уровня. Всего один. Один уровень нам остался. Один последний. Может быть, мы за эти квесты и добьём нашему ГГ. 80 уровень. Так, поехали дальше. Эх, так писать диссертацию никак невозможно. Что ж делать? А, это ты. Помнишь меня? А, блин, на самом деле не очень как бы. Я была в клетке похитителей сокровищ в долине. Нет, спасибо, что спас меня. Подождите, а там точно Тян была? По-моему, я там парня спасал. А, не, 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 всё правильно. Она была, всё, вспомнил. И чего ты тут делаешь? Ну, после спасения я пошёл искать сар... Я пошла искать сараю на постоялый двор в Аншу. И мне повезло, я нашла её. Сарая такая добрая. Она не только накормила меня, но и помогла разобрать мои записи. Но потом она сказала, что многие в Академии уже писали по теме, которую я выбрала. Я точно не пройду, если только не напишу гениальную работу. Она говорит, что лучше сменить подход. Написать, например, что-то об элементах. Но я не могу использовать элементы. Ведь у меня нет глаза бога. Не знаю даже, с чего начать. Ну, просто... Оно говорит о себе в мужском роде. И мне сложно. Как бы я спасал и парня из клетки похитителей сокровища, и девушку. И я вот думаю, то ли перевод не тот, то ли моделька не та. Как бы здесь два варианта всего. Поэтому я просто на удачу брошу по городу. Вдруг мне что-то попадется. Постой-ка. А ты ведь очень необычно сражался, когда меня спасал. У тебя есть глаз бога? Эм, нет. У меня нет. А, так ты сражаешься даже без глаза бога? А ты так сражаешься даже без глаза бога? Как же это возможно? Да, я вот говорю, что и девушку, и парня я спасал. Нет, сейчас об этом думать не стоит. Наверняка это очень сложно. Но я хотела бы попросить тебя об одолжении. Можешь еще раз показать, как ты сражаешься? Возможно, я смогу приметить что-то, что поможет мне с диссертацией. Хм. Не, так раньше говорили часто. Но в обновлении потом это дело исправили. И все стало на свои места. Ну, исправили старые квесты. А новые квесты подвезли немножко сломанными. Ну, как видим. Ладно, спасибо тебе. Пойдем за город. Я видела здесь группу хиличурлов. Покажи на них, как ты сражаешься. Ладно. Так и быть. Опять меня к молитве тянет. Опять меня тянет к молитве. Это явно знак. Это явно знак. Фига себе неподалеку. В другом конце льюэ просто неподалеку. Группа хиличурлов. Прям совсем неподалеку. Ну, теперь я точно хочу себе тарталью. Ничего делать. Дегаранта, я думаю, не успею докопить. Снова надеяться на свою удачу. По-моему, я всю свою удачу оставил уже в 1-0. Вот. Геокулы. Мне бы тоже не помешало геокулы собрать. А, да. Было бы очень-очень неплохо, если бы я это сделал. Так, ну это же сурок, да? Это не хиличурлов с камнями истока, поэтому ладно. Не, мне бы здесь не помешало рейзор. А, хотя, зачем? Нам и так неплохо. Просто это был плевок в спину. По-другому это не назвать. Да, и копейщика захочу... Нет, копейщика я не знаю. Вряд ли я захочу. Я Сяо, скорее всего, захочу. Очень сильно. Ух ты. Твой стиль действительно уникален. Ах, да. Я слышала, что владельцы глаза бога могут чувствовать элементальные следы. Это называется чувством стихии. Хотя у тебя нет глаза бога, но я видела, как ты используешь силу элементов. Наверное, чувство стихии у тебя есть? А я тут недалеко видела пару слаймов. А можешь, пожалуйста, показать свое чувство стихии? Найди слаймов с его помощью. Ладно, не проблема. Так, погодите, я еще хотел глянуть, чего здесь по награде. Тоже те же 150... Кстати, да, 20 каморы пригодятся, книжечки тоже однозначно полезны. Хотя бы в наградах здесь есть смысл. А, вон они. А, ты уже... А здесь есть элементальные следы? Странно. Как будто ничего особенного. Электроперсонажики, да? Ну и ладно. Ну и ладно. Человеку без глаза бога, типа меня совсем и не видно, когда ты используешь чувство стихии. Наверное, только владельцы глаза бога могут это почувствовать. Но спасибо тебе за демонстрацию. Эх, как бы мне хотелось получить глаз бога. Лучше всего электро. И выглядит круто, и защищаться можно. Нет, электро-глаз бога, наверное, сложнее всего получить. Ну, если постараться, то все возможно. Да нет же, тут старание не поможет. Эм, разве ты не знаешь? Где-то год уже никто не получал электро-глаз бога. Говорят, что в академии специально долго изучали этот вопрос и решили, что это все воля электро-архонта. А еще, я слышала, что правящий Инадзумой электро-архонт объявил охоту на глаза бога и конфискует их у владельцев по всей Инадзуме. А тех, кто откажется отдавать, жестоко наказывают. Я как-то хотела поехать в Инадзуму, чтобы написать об этом исследовательскую работу, но... Но там, похоже, довольно опасно. Да как бы тебе-то чего волноваться, глаза бога-то нету. Не говори так. Да и подумай, если владельцы глаза бога так страдают, то что же говорить об обычных людях? Лучше уж я спокойно допишу работу в Рьюэ. Побыстрее вернусь в академию Сумеру и сдам ее. А то если дольше тянуть, то проблем не оберешься. Ах да, я же так и не отблагодарила тебя за все. Вот, возьми в благодарность. Уж теперь я точно ее допишу? Да не за что. За книжечки отдельное, спасибо. Так, давайте все же займемся сейчас по-быстренькому дейликами. Потому что они вот так вот висят, висят, а потом я забуду, лягу спать, не выполню их. Зачем мне эти проблемы? Пойдем и закроем дейлики. Получим камни истока и может... Нет, не крутанем же гачу, да? Не, не крутанем, точно не крутанем. Для того, чтобы крутануть гачу, нужно будет залипнуть немножко в бездне. И сейчас бы еще кицин не утопить. В лужи, просто в лужи. Да, еще обязательно нужно выполнить, да, сегодня задание ВПшки. Нужно обязательно нам получить 30 уровень боевого пропуска, чтобы доапать меч на кицин. Он нужен обязательно. Мое почтение! Да, странный хиличурул дает гема, но я его пока не встречал ни разу. Поэтому не могу о нем ничего сказать. Но в теории, да, в теории это работает именно так. Но встретить его, конечно, хотелось бы. Я думаю, все хотели бы здесь его встретить. Почему нет? Чего-то мне страшно. Я начинаю представлять себе бой с Тартальей на абсолютно том же уровне, но с шестым уровнем мира. Оф. Я скажу так. Тарталья мне после того, что я увидел сегодня, он мне нравится и геймплейно, и сюжетно. Сегодня он для меня раскрылся с совершенно новой стороны. Вот абсолютно с новой стороны. После вчерашнего я считал его просто хитрой мразью. Маленькой, хитрой, такой очень продуманной. А то сегодня, блин, я его рассмотрел с совершенно новой для себя стороны. Так, погодите. Погодите, погодите. Тут какая-то штука. И геймплейно он мне очень зашел. Я хочу из него сделать ДДшку во вторую группу в бездну. Но для этого, конечно же, конечно же. Сначала его нужно... Ай-яй-яй-яй-яй. А для этого, конечно же, его нужно сначала выбить. Угу. Угу. Эй, ты куда? Стой. Ам. А как обратно это притащить? Сюк. Ладно, подождем. Блин, как же мило оно танцует. Сколько на ютубе можно найти приколюк с этой штукой? Так, 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 давай, давай, давай. Фу. Ладно, не подорвались, и на том спасибо. Так, а где сундук-то был? А, вот. Короче, спавнятся, спавнятся потихоньку. Вот эти испытания спавнятся потихоньку. У нас сундуки. Вот геймплейно, Тарталь, я просто заяц. Хочу. Он меня прям абсолютно всем устраивает. Да за что, по лицу-то? Вот, ну, как бы самооткил с этого меча, он просто идеальный. А потом, когда БПшка станет 30 уровня, меч-то станет еще лучше. Да, 11 из 14. Разве уже 11? Да, 11. Плюс еще сейчас эти квестики закроем. А, тихо. Тихо. Куда? Куда? Куда, куда, куда? Магазин, я понимаю твои намеки, но... Тарталью геймплейно качать любого персонажа, которого ты сейчас решишь прокачать, его будет очень геймплейно качать. Я вам ггшку бедную докачать не могу все никак. Так, я даже больше скажу. Уже от разработчиков давно есть инфа, когда выйдет 1 и 2. Там будет Инадзума, новая территория. Это все уже давно известно. Азидра, привет. Я хочу познакомиться с Архонтом и Инадзума. Да и вообще скульптура их. Что-то у нас сегодня все дейлики на уничтожение врагов. Вот прям куда ни плюнь. Ну и ладно, зато выполняются быстро. Плюх. Эх, какая же прелесть все-таки кицинка. Как же я хочу на ней талант разогнать. Ах, но чувствую это невозможно. Там в ближайшие месяцы, годы, я не знаю. Чтобы выбить себе 6 кицин, это как же нужно, простите, постараться. Господи, 6 кицин. Ну и последний квестик на сегодня. Испытание на время. Если это летное испытание, то я вынужден протестовать, я отказываюсь. Если это что-то с полетами, то можно не надо. А! Хайд, фу! Тоже мне испытание. Визит следующее. Ах, 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 ах. Фу-фу-фу. И чё это, это вон туда-то? Ну, видимо, да. Что-то даже не чувствуется это испытание. Как испытание. Если я сам себя не убью, то враги меня точно не убьют. Так. Ну всё, с дейликами вроде бы как справились. С дейликами справились. И того, что у нас на сегодня остаётся. Да, по сути, ничего не остаётся, кроме квестов в Ли-Юэ. Потому что всё остальное закрыли. И остались только они. Да, всё, завтра мы стабильно. На 100% уверен, что получим уже 45 ранг, 6 уровень мира. И по лицу получим. Всё прям получим. Так, где? Где квестики-то? Так, вот. Возле гильдии. Ой, кстати, мисс Лань. Та самая, которая заставляла меня по КД считать корабли. Опять те же самые поручения. А, это ты. Я просто просматриваю поручи... Просматриваю поручения, присланные в гильдию. Но эти поручения с каждым днём становятся всё пустяковее. С тех пор, как Ци-Син полностью взяли управление Ли-Юэ на себя, зона ответственности миллилитов, всё расширяется и расширяется. Теперь, похоже, люди предпочитают идти с более сложными проблемами к миллилитам, а не отдавать поручения в гильдию. А задания? А задания теперь все. То, найди кошку, найди собаку, принеси то, достави это, и всё в таком духе. Взять хотя бы это поручение, например. Наш дымок потерялся за городом. Он серый котик с... Трачу на такие поручения силы и время, а в итоге... Ах, неважно. Хоть я и не отвечаю за дела гильдии, но нельзя бы... Но нельзя же, чтобы нас завалило такими поручениями. Типа, дымка-то найти, ты что? Девушки должны любить кошек. Чтобы люди поверили в наши силы и снова стали доверять более важные поручения... Я думаю, мы должны выполнить какие-то... Сложные задания. Историю Китсунки? Не, я истории и книги, я потом отдельно всё это буду читать. Недавно кто-то прислал поручение, в котором просил разобраться с бродячим... Лавачурлом с каменным шлемом. Тогда... Тогда нам некому было поручить такое задание, и поэтому его отложили. Сможешь нам помочь? Если ты, конечно, не против. Замечательно. Мы рассчитываем на тебя. Я останусь здесь и продолжу сортировать поручения. Если бы в гильдии было побольше таких людей, как ты, то и проблем бы не было. Не хватило бы у вас денег платить зарплату таким искателям приключений, как, собственно, я. Одолеть страшного хили-чурла. Не... Ладно, придём отсюда. Ну, квестов добавили немного, Льюэ, но всё же, всё же лучше, чем вообще ничего. Как-никак, опыт ранга приключений. До следующего обновления надо взять что-то в районе 50-го, может быть, даже чуточку выше. Да не, вру, какое выше. Хотя бы 50-ый взять, было бы уже неплохо. Апнуть персонажей до 90-го, апнуть оружие до 90-го и готовиться. Мэн, да зачем? Как будто это горит, какая разница, сегодня я выполню или завтра. Всё равно нужно выполнять все эти квесты. Ну, дэ-дэ-дэ, я говорю, какая разница, когда он апнется, или сегодня, или завтра. Прям вообще непринципиально. Да, вот и весь хили-чурл. Мне показалось, или кто-то сказал мяу? Вот и покончено с этим здоровым хили-чурлом. Реалист, привет. А, откуда здесь котик? Подождите-ка, неужели это он мяукнул? Хили-чурла убили? Убили. Потом, чего? Котика нашли? Нашли. Ммм, серый котик. Серенький котик потерялся за городом. А, Мисла не упоминала поручение о поиске серого кота. А может быть, это он? Кажется, его звали Дымок, или чего-то такое. Кто бы мог подумать, что он здесь? Неужели он всё это время тут прятался? Мда, из олова-чурла никто здесь не искал. А он тоже испугался и просто спрятался. Хорошо, что мы пришли. На то бы он тут долго ждал. Мяу-мяу. Эй, ты чего? Так тебя он тоже не понимает. Давай отнесём его к Мислань. А она передаст его хозяевам. Мяу-мяу-мяу. Сколько ты за ним не повторяй, он всё равно тебя не поймёт. Давай отнесём его побыстрее. Господи, пойму он. Ну вот не умеешь ты подыгрывать. А заодно мы выполнили два поручения сразу. Почему бы и нет? Это было проще, чем искать чёрного принца. Угу. Это было значительно, значительно проще. Ты одолел лавачурла с каменным шлемом? Конечно. Спасибо. Выполнение такого задания покажет всем, на что способна гильдия. А дымка мы забыли. Это кошка. Да, возможно это дымок. Подожди. Сейчас я достану поручение, и мы сравним описание. Так, сейчас посмотрим. Почти всё совпадает. Похоже, что это действительно кот из поручения. Вот хозяева обрадуются. И вот, сделав круг, мы опять вернулись к поиску пропавших котов. Так а ты, само собой милая. С этим никто не спорит. Вот уж не знаешь, что сказать. Я сообщу заказчикам о выполнении их поручений. Спасибо. Вот твоя награда. Похоже, что хозяева кота переехали. Понадобится время, чтобы с ними связаться. Я позабочусь о нём, пока хозяева не придут. Поиск котов, да. Не первый раз. Опыта 200 за это поручение выдали. Вот это уже хорошо. Да, почти 12 тысяч. Почему бы, как бы и нет. Почти 12 тысяч, а у нас ещё остались квестики. Ну и завтра мы там полторы тысячи минимум получим стабильно. Поэтому, да, 45 ранг завтра будет у нас в кармане. Ну, ребята, на сегодня мы наш стрим закончим. Оставшиеся квесты мы оставим на завтра. Там уже обним 45 ранг и пойдём смотреть, что там можно сделать, каких боссов потыкать. Да, 160 смолы я потом уже как-нибудь солью сегодня. А на этом, ребят, всё. Спасибо большое за просмотр и пока.